Приветствую вас, и вы знаете, я вот не буду, наверное, зачитывать ваш текст, он довольно большой, вот, в нем много довольно разных моментов, вот. Я бы сказал здесь, Лиза, то, что вы воспринимаете, как вы воспринимаете мужчину, понимаете? То есть, вот, все дело в том, что вы воспринимаете его через, во-первых, призму своих ожиданий, во-вторых, через свои внутренние конфликты, которые у вас, вероятно, есть, о которых вы не пишете, не пишете здесь, но которые угадываются, и через, на мой взгляд, страх сближения, страх эмоциональной близости, возможно, даже физической близости. То есть, это проблематика личных границ. Также, я думаю, что у вас есть потребность доказывать, доказывать свою ценность, доказывать свою значимость, доказывать свою важность, вот, и вам важно, чтобы вам доказывали это. Я думаю, что здесь лучше всего отталкиваться от вашего вопроса. Вот вы пишете, что во мне не так, и как отделаться от навязчивых мыслей о нем. Вот, как вы сами думаете, каким образом вы приходите к мысли о том, что с вами может быть что-то не так? И если с вами что-то не так, то что именно с вами не так? Каким образом получается, что вы даже не допускаете мысли, например, о том, что, ну, что вы с мужчиной просто разные, и мужчина просто, например, испытывал к вам чисто, как бы, физическое влечение, понимая, что, ну, что он до вас не дотягивает. Вот. Это вот такой момент, да? То есть, как вы приходите к мысли о том, что с вами что-то не так, и что, в принципе, с вами может быть не так? Ну, вот. Вот вы пишете, значит, что просили добавить его в Инстаграм, хотя он всегда отказывал, вот. Вот, эээ, я обиделась на него, и, значит, эээ, заблокировал, через пару месяцев я снова ему написал, пожелал счастья и сказал, что его мнение всегда было, он для меня ничего не ответил, просто заблокировал меня в Инстаграме, ударил по самому больному. Ну, а вот, эээ, самое больное, это что? Это Инстаграм? Самое больное. То есть, понимаете, здесь, как бы, угадывается что? Угадывается то, что, эээ, вот, что вы, как бы, собираете людей, да, что подписчики, это те люди, которые, которые, вот, вам, как будто бы принадлежат. Вот вы пишете, что, хотя я известно и хорошо зарабатываю, он почему-то вытер от меня ноги и так и не полюбил. А как это связано? То есть, любит же не за известность и за заработок. Лиза. Любит-то, наверное, за что-то другое. Вот. И вот тут мы сталкиваемся с тем, что вы в глубине себя, как будто бы, обесцениваете достаточно сильно. А вот, выставляя вперед, выставляя на показ то, что вы известны, то, что вы хорошо зарабатываете, но скрывая, как бы, вот, себя, скрывая свои чувства, скрывая, скрывая свой внутренний мир. Вот. Ну вот, от того, что вы его скрываете, от того, что вы его не выражаете, от того, что вы на первый план выставляете как раз-таки вот эту вот историю с известностью, с заработком, может быть, внешностью своей, да, и, когда это отвергают, вам больно. Вот. Но это не вы. Вот. Это не вы. И вы не замечаете, как через подобный формат построения отношений вы себя обесцениваете и обесцениваете, на самом деле, своего пар... своего партнёра. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Вот. Далее, навязчивые мысли о нём пересчитываю. Вот тоже довольно интересный, на мой взгляд, аспект. Вот. Навязчивые мысли о нём. А что это за навязчивые мысли о нём? То есть, чего вам хочется-то с ним? Что это за состояние, которое вы могли бы испытать, да, оказавшись рядом с ним? Что это за состояние? Чего вам хочется? Вот, попробуйте увидеть, потому что навязчивая мысль о нём, это потребность в чём-то, это желание в чём-то, а потребность в чём-то и желание в чём-то, это история про вас. Это история про то, что вы хотите сами. Это история про то, что вам нужно. Вот. Дальше. Вам больно сейчас. Монстр-разрыв произошёл. И то, что вам сейчас больно, это естественно, но боль нужно прожить. Как прожить? Вербально. Да, то есть, вот, вербально вербализовывать, вот, свои чувства. Загружать. Дальше. А, проживать. А, плакать. А, 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 и кричать, если нужно. Вот. И так далее. То есть это вот такой момент. Дальше. Вы были замужем пять лет, вы в разводе. В разводе также психологическая травма. Тем более, что вы описываете некоторые свои нюансы, которые позволяют говорить о том, что у вас, на мой взгляд, вот, поскольку есть определенные трудности в интимной сфере, да, то, как вы описываете эти трудности, это, ну, насколько я знаю, неправда. То есть такого не бывает. Вот. Точнее, да, вы описываете верно. Значит, симптоматику вы верно называете, ну, даете название. Но у этого есть психологические причины. Вот. У этого есть психологические причины. Проблема с доверием, например, то, что вы не доверяете человеку, вы доверяете его. Вот. Сейчас я об этом скажу тоже. Вероятно, вы обесцениваете себя как человека, как женщину. В тот же момент. Вот. Вот. Вот вы пишите, значит, «Поднакомилась с парнем, которого влюбилась». Пишите вы. Ну, вот, попробуйте детализировать этот аспект. Вот, вы влюбились, как вы это поняли, что вы влюбились, что это за, как это чувствовалось, что вы влюбились, и чего вам хотелось. Вот. Теперь нам общение стало более близко, мы переписывались на разные темы в свободное время. Вот, смотрите, если я правильно понял, то вы находились в отношениях, и в то же время вы давали ему уроки. Я имею ввиду, уроки русского. Вот, вам бы закончить отношения здесь. Я имею ввиду, коммерческое. Он признался, что я ему очень нравлюсь. Я как-то попросил у него помощи. Вот. Чтобы проверить, когда, блин, что-то делает для меня. Вот, Лиза. Это очень важный момент. Вы проверяете человека, она готова что-то для вас сделать. Из какого чувства? Из чувства базовой тревоги. Неуверенность. Недоверенность. Понимаете? Да? Вот. Вы говорите, что в этих деньгах вы не нуждаетесь. Вот. Но. Хотели проверить, что он готов что-то делать для вас. Вот. Вот в этом и проблематика, на мой взгляд, заключается. Ну вот. То есть, у вас базовое недоверие и базовая тревожность. И сомнения в собственной важности. А через вашу работу, вы как будто бы это пытаетесь компенсировать. Ну, то есть, доказать, что вот я важна, да, что я ценна. Вот. Что вот у меня вот столько всего. И, соответственно, любите меня. То есть, есть вот такое у меня ощущение. И вот именно это нужно корректировать. Но сначала. Сначала. Помочь вам просто прожить боль. Вот. Помочь вам. Просто прожить вот это чувство, чтобы вас, значит, опустило. Вот вы пишите ещё один момент. Я купил себе новую серёжку, просил его прислать мне три деньги за три руки вперёд. Он сказал, что не может. Где связь? То есть, вы потеряете серёжку. Вот. Вы теряете серёжку. А, говорите об этом ему. Он говорит, как жал. Вы покупаете себе сами новую серёжку. И просите его прислать деньги за три руки вперёд. Вот. И просите на еду. То есть, есть такое ощущение, что вы довольно спорадично. просите человека оказывать вам внимание и поддержку, которые нужны вам в той форме, в которой вам нужны. при этом игнорируете то, что может и делает сам человек, и при этом хотите, чтобы человек делал для вас больше, чем он может. таким образом, пытаясь подтвердить свою собственную важность и цену. При том, что в вашем описании я не заметил, чтобы вы хотели что-то для него делать. Не, я не говорю всё оплачивать, я не говорю там что-то такое. Нет, ни в коем случае поймите меня правильно. Я больше как-то здесь про то, что вам как будто бы ну вообще ничего не хочется. Не хотелось бы на него делать-то. Вот. Понимаете? Поэтому я и спрашивал вас о том, вот, как вы чувствуете-то, что вы влюбились. Вот. Как-то так, то, что вы прибегаете к манипуляциям, то, что вы, вот, по сути ставите ультиматум и догнали, то, с точки зрения психологии, это свидетельство того, что вы, во-первых, не говорите прямо о своих чувствах, во-вторых, вы, ну вот, решаете какой-то свой внутренний здесь конфликт. Да? Вот. Стараясь при этом что-то доказать, ну вот, ну мужчине. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи! Удачи!